Здравствуйте! В эфире канала Россия итоговая информационная программа События недели. На этой неделе главное политическое событие в стране – выборы президента Российской Федерации. Напомню, 252 избирательных участка открылись и работают в Карачаево-Черкесии. На всех применяются информационные технологии, организовано видеонаблюдение и видеофиксация. Кроме того, за ходом голосования в Карачаево-Черкесии следят 780 общественных наблюдателей, которые прошли специальное обучение. Глава региона принял участие в выборах президента России. Рашид Тимрезов пришел на избирательный участок вместе с отцом Бориспи Султановичем и сыном Маратом, который является курсантом Ставропольского президентского кадетского училища. «Я традиционно голосую за сильную и великую Россию, за ее стабильность, процветание и могущество. Конечно, мой выбор за человека, который будет вести нашу страну только вперед, к развитию и новым победам», – подчеркнул Рашид Тимрезов. Отец главы региона Бориспи Султанович также отметил важность своего выбора. Юный Марат Тимрезов считает, что выборы президента России – это неотъемлемая часть истории государства. «Я сделал для себя выбор и думаю, что на тысячу процентов сделал правильный. У меня 12 внуков, мне нужна стабильная страна». «Я традиционно голосую за нашу сильную и великую страну, нашу сильную и великую Россию, за ее стабильность, процветание, ее могущество. И, конечно же, мой выбор за того человека, который будет вести нашу страну только к развитию, мощи и стабильности всей нашей великой страны». «Выборы президента России – это неотъемлемая часть истории нашего государства. Каждый гражданин России обязан сделать свой выбор за благополучную Россию. Мы верим в будущее. Служу России». Избирательные участки в Карачаево-Черкесии открыты с 8 утра до 20 часов вечера. Во второй день голосования также было немало желающих исполнить свой гражданский долг. В дни голосования на избирательных участках соблюдаются все необходимые условия для обеспечения безопасности участников избирательного процесса. В Черкесске свое волеизъявление выразили спикер парламента Карачаево-Черкесии Александр Иванов, депутаты Народного собрания Республики, Мусеек Зеков, Хасан Хубиев, Расул Кубанов, Владимир Умалатов, Наталья Власенко и другие. «Я сделал свой выбор, я отдал свой голос за сильную Россию», – отметил Александр Иванов. «Надежда на развитие страны, на мир в стране, на будущее детей, которые живут в нашей будущей Республике в Российской Федерации. Только самые светлые надежды и пожелания связываем с выборами президента Российской Федерации». «Скажите, пожалуйста, вы сегодня проголосовали, какую выберете в будущем нашу страну?» «Уверенную, сильную, единую. Будем продолжать целостное, сильное, стабильное развитие нашего государства. На самом деле, дополнительный кирпичик – фундамент великой нашей России, поэтому я считаю, что каждый из нас должен голосовать и голосовать за настоящее будущее нашей страны, за будущее наших детей. Как прошел первый день голосования на одном из участков республиканской столицы, расскажет Артур Мхце. «В Карачаев-Черкесии на выборы президента России смогут прийти порядка 300 тысяч человек. Сегодня ровно в 8 часов утра по республике открылись все 252 участка для голосования. А учитывая активность людей уже в первые часы, можно с большой долей вероятности говорить о том, что и итоговые показатели явки на выборах будут высокими. На многих участках для избирателей предусмотрены конкурсы, выставки, праздничные мероприятия». Раисе Васильевне 96 лет, но несмотря на преклонный возраст, бывшая работница завода РТИ все так же активна и не пропускает ни одного важного события в жизни страны. А потому пришла в первый же день выборов главы государства. И получила от членов комиссии ценный подарок. На некоторых избирательных участках с самого утра большие очереди. Люди, так сказать, ногами проголосовали за то, чтобы не оставаться в стороне от определения будущего своей родины. А если уж такие места выглядят ярко, по-домашнему уютно, желающих быть частью праздника становится еще больше. В течение всех трех дней в непосредственной близости от избирательных участков находятся волонтеры, которые помогают населению принять участие в еще одном голосовании за территории, которые могут быть благоустроены в нескольких населенных пунктах республики уже в 2025 году. В данном вопросе залогом победы является как раз-таки активность граждан. У нас два варианта. Кто сканирует QR-код, переходит на сайт и заходит через госуслуги, читает самостоятельно варианты и голосует. Либо даем вариант назвать номер телефона. Мы сами все делаем через приложение. Мы выбираем один из вариантов, который говорит человек, так и проходит голосование. Из 252 избирательных участков, открытых в Карачаево-Черкесии, три являются временными – в республиканской библиотеке, следственном изоляторе и поселке Романтик. По оценкам экспертов, все мероприятия в рамках выборов проходят без нареканий. Артур Макцелебастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. За процессом волеизъявления жители поселка Аркен-Шахар Ногайского района в первый день выборов президента России следил Ахмат Халкечев. В своей двери 164-я участковая избирательная комиссия в Иркен-Шахаре, как и все, открыла ровно в 8 утра. Первого дня голосования. После гимна России реализовать свое гражданское право и долг самые ответственные граждане. Надо выбирать самого достойного человека. Мы должны жить нормально, по-человечески. Ну а за кого голосовать, я вам не скажу. Каждый, кто пришел исполнить свое гражданское право и долг, предельно четко знает, каким должен быть президент и за что он или она голосует. Почему я пришла на выборы? Это я выбрала сегодня безопасность для себя, своей семьи, своих детей. Высокую степень гражданской сознательности избирателей на этих выборах обеспечивает понимание того, что без учета мнения каждого будет сложно добиваться реального развития страны, отмечает председатель участковой комиссии Тимур Канглиев. Иркен-Шахар – это, как, знаете, маленькая Карачаева-Черкесия. Здесь все же национальности. И вот статистику по КЧР можно сделать по Иркен-Шахару. Но я думаю, явка будет хорошая. На каждом участке, помимо наблюдателей от самих кандидатов и политических партий, чистоту избирательного процесса контролируют еще и независимые наблюдатели от Общественной палаты республики. Ахмад Халкечев, Олег Малхожев, Вести Карачаева-Черкесия, Ногайский район. Традиционно старшее поколение относится к выборам с большой ответственностью. Яркий тому пример ветеран Великой Отечественной войны Хамит Абулович Канаматов. Он в числе первых исполнил свой гражданский долг и проголосовал за будущее России. Свой выбор уважаемый фронтовик сделал на своем избирательном участке. Свой гражданский долг исполнили также представители старшего поколения избирателей поселка Майский. Какие еще мероприятия в честь выборов президента России прошли в Прикубанском районе? Смотрите подробности. Село Дружба. На территории школы жители с утра голосовали довольно активно. Здесь подготовились к выборам основательно. Голосующих встречает, помогает пройти к месту голосования и оказывает всю необходимую помощь и консультацию. Как правило, с утра приходят люди с активной гражданской позицией и твердым намерением сделать свой выбор. А во дворе школы артисты района подготовили концертную программу. Ко дню выборов выбираем будущее. Каждый сознательный гражданин нашей страны, скорее всего, должен выполнить свой гражданский долг. И если мы любим свою родину, если мы думаем о будущем своей страны, все-таки, наверное, надо прийти и свое мнение выразить. В первый день голосования в поселке Майский чествовали старейших избирателей. Исполнить свой гражданский долг пришли люди, которые десятки лет отдали служению своей родине и добросовестно выполняли свои трудовые обязанности. И они, как никто другой, осознают всю важность и необходимость свободного волеизъявления и реализацию конституционных прав избирателей. Выборы – это необходимое мероприятие всей стране, в том числе и мне. И вот пришла я сегодня сделать свой выбор. Сделала я его. Кто достиг этого возраста выборного, должны делать свой выбор. Для меня важно именно самой отдать голос. И желаю, чтобы все наши люди пришли и проголосовали в этот день. Делали свой правильный выбор. Как и на всех других избирательных участках района, в целом голосование проходит спокойно в доброжелательной атмосфере. А в селе Чапаевское к выборам приурочили большой детский футбол между юниорами Прикубанского и Абазинского районов. В участковой избирательной комиссии 239 аула Хабес царила праздничная атмосфера. Жители пришли исполнить свой гражданский долг под звуки музыки и с хорошим настроением. Зарядилась позитивом и Альбина Ламкова. Главные выборы страны президента России в ауле Хабес на избирательном участке 239 идут полным ходом. Первый день голосования, организовали музыкальное сопровождение. Всё это способствовало созданию позитивного настроения для избирателей. День голосования стал настоящим праздником. С большим удовольствием можно было наблюдать за юными танцорами. Самиоточенные движения и артистизм порадовали всех присутствующих. На избирательном участке приглашали попробовать и национальные блюда. Выборы в нашей стране всегда считались праздником, рассказывает старейшина аула Хабес Мухаммед Хакунов. Он говорит, что сегодня особенные выборы. Я голосовал за сильную Россию. Я голосовал за то, чтобы Россия была государством, лидером в мире. Чтобы люди в будущее смотрели с уверенностью. К этому тенденция, к этому есть. В момент нашего присутствия на участковой избирательной комиссии 239 были соблюдены все юридические нюансы. Избирателям после предъявления паспорта выдавали на руки бюллетень. После заполнения его опускали в прозрачно отпечатанный ящик. Приходят и семьями. Заслуженный врач Корчаева Черкесия Амин Макаов пришёл с супругой Мадиной. Это исторический день, говорит глава семейства. Вы всегда ходите вместе на выборы? Практически всегда, да. Для нас, для всех сотрудников нашей больницы, для всех граждан Российской Федерации, это не просто значимый день, а я считаю практически святой долг прийти и проголосовать. Сделать свой выбор за достойного человека, за президента Российской Федерации. Хочется увидеть страну, которая будет заботиться о каждом жителе нашей страны. Заботиться от мала до велика. Альбина Ламкова, Лейбастанов, Вести, Корчаево, Черкесия, Хабийский район. В посёлке Правокубанский Карачаевского района в день выборов широко отметили Масленицу. Для жителей многоквартирных домов, проживающих в посёлке, была организована развлекательная программа, конкурсы, хороводы с призами и подарками. На протяжении всего мероприятия активное участие принимали дети и их родители. Администрация Карачаевского района постаралась, чтобы все дни, отведённые для голосования, прошли с отличным настроением и непременно ощущением большого праздника. На участках встречали голосующих концертом, а провожают чаепитие. Праздничное настроение создали с помощью масленичного застолья. Всех проголосовавших угостили блинами и выпечкой. В понедельник, 18 марта, уже будут известны результаты выборов. Об итогах мы расскажем в наших информационных выпусках Вестей. Сейчас реклама, после продолжим. Субтитры создавал DimaTorzok Самых дорогих глаз на свете. Проведём комплексное обследование. Избавим вас от катаракты и победим галуком. Мы постараемся помочь в самых сложных случаях. Улучшим качество вашей жизни. Ждём вас у себя на приёме и сделаем всё для здоровья ваших глаз. И это факт. Город Пятигорск, улица Московская, 105. Телефон 8 800 790 89. Хирургия катаракты. Любой сложности в клинике глазной хирургии доктора Крылова Окулюсарт. Доваторцев 39А 43 73 87. Радио Россия расширила свою техническую базу и звучит практически по всей стране. Более 145 миллионов слушателей. 1300 передатчиков. Главное радио страны. Радио России. Настраивайте радио России Крачаево-Черкесия на чистоту в своих населённых пунктах. На этой неделе у мусульман начался священный месяц Рамазан. В течение 30 дней верующие будут соблюдать строгий пост. В этот месяц мусульмане воздерживаются не только от еды и питья, но и не должны сквернословить. А также обязаны раздавать милостыню, читать Коран и участвовать в коллективных богослужениях в мечети. О значении этого месяца рассказал председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Муфтий Карачаева-Черкесии Исмаил Хаджибердиев. Для чего это дано? Аллаху Таала испытывает человека. Как он будет себя вести во время поста, во время Рамазана. Первая буква Р, от слова Рамазан, это Рахмат, это милость Всевышнего, приходит в этот месяц. Вторая буква М, это Магфират, прощение Аллаха, это приходит в этот месяц, Рамазан. После идет буква Зод, Заман. Это время тебя отделяет от рая. После Зод еще идет буква Алиф, Аманаминаннар, остерегающий от огня. Это тоже месяц Рамазан. И в конце приходит Нум, Нур-Халин. Нур – это значит свет Всевышнего. Что это такое? Это Коран. Коран Аллаху Таала начал посылать именно в месяц Рамазан. Я надеюсь на то, что мы все в этот месяц, да и после этого месяца, будем себя вести так, как подобает мусульманину. Мусульманин – это кто такой? Тот человек, который делает добро. Добро для всех окружающих. 60-летний юбилей отметил известный журналист, руководитель редакционно-издательского отдела «Ано Аллашара» Георгий Чикалав. О выборе профессии, творческом пути и самом юбилее Георгий Константинович рассказал нашему корреспонденту Белли Джозаевой. Жура, добрый день. Я очень рада видеть тебя сегодня у нас в гостях. И у нас такой замечательный повод – тебе 60 лет. Я, конечно, в это с трудом верю, потому что в моих глазах, в моих воспоминаниях вообще ты тот самый молодой парень, с которым мы познакомились больше 30 лет назад. 60 лет – это для тебя обычный год, обычная цифра, обычный день рождения или какое-то подведение итогов, или это планы, замыслы. Что для тебя это? Если так честно говорить, это очередной год. В принципе, итоги подводить, я надеюсь, еще рано. Все-таки 60 лет – это не такой еще возраст. Но оглядываться назад нужно, наверное, не только каждый год, но, наверное, каждый день. Как ты прожил этот день? Был ли он чем-то полезен кому-то еще, кроме того, что ты просто просуществовал? Сделал ли ты что-то хорошее, плохое? И оценивая вот так свою жизнь, думаю, и надо жить, потому что в какой-то момент можно потерять контроль над собой вообще, чем ты занимаешься в этой жизни и для чего ты живешь. 60 лет – это возраст такой, когда в очередной раз есть повод не просто оглянуться, а может глубже посмотреть на все, чем ты занимался все эти годы. И найти то, что ты обрел за это время, что дороже тебе всего на свете. И я так тоже оглядываюсь и думаю, что за эти годы я нашел друзей, семью, родных, близких, профессию, в которой я прожил всю трудовую жизнь. Жора, вот ты несколько раз сказал слово «оглядываясь назад», словосочетание. Действительно, если оглянуться назад, кем бы ты мог работать, если бы ты не стал журналистом? Вот, может быть, у тебя какие-то были планы, какие-то желания, какие-то хобби, может быть, какие-то мечтания. Осуществились ли они? Журналистику я выбрал тоже в какой-то степени, в последний момент, можно сказать, после окончания школы. Наш военрук, Борис Жемуладинович Пазов, предлагал мне поехать в военное училище. И тогда военные комиссариаты подбирали кандидатуры для подготовки национальных кадров, офицеров. И вроде меня тоже взяли на карандаш и планировали отправить в военное училище, но я так и не дождался вызова. И потом уже решил выбирать сам себе профессию. Ну, у меня какие-то склонности к писанине, так скажем, были. И, кроме того, ну, я много книг читал, и в том числе в юношеском возрасте и детективы читаешь там. И мне вот эти сыщицкие дела тоже нравились. Я думал, или юрист, или журналист. Ну, начал смотреть справочник для поступающих. На юридические факультеты брали в основном после армии. А я после школы собирался поступать. И я остановился уже на журналистике. Жора, мы говорили про выбор профессии, да? Ну, наверное, свою роль в этом сыграл твой, не побоюсь этого слова, гениальный брат. Очень известный человек в науке, филологии, профессор Петр Чекалов. Вы насколько близки? И был ли он для тебя каким-то ориентиром в выборе профессии? Мы близки как братья. И уже после того, как я тоже как-то стал быть связанным с литературой, с литературным творчеством, журналистское творчество, но тоже как-то близкое к литературному тоже, мы сблизились еще по работе, можно сказать. И мы совместно даже подготовили, издали книгу «Судьбы абазинской литературной интеллигенции довоенные и военные годы». Это тоже, я считаю, такой важный, значимый труд, но все-таки подвиги героев абазахсты я почему-то ставлю выше, не знаю. И с этого времени мы с ним очень тесно работаем. Выходят антологии литературы народов России и литературы народов Северного Кавказа. И абазинскую часть вот этих антологий мы готовим вместе с ним. В выборе профессии, скорее всего, нет. Я же говорю, журналистику я выбрал в последний момент, и он на это никак не влиял. Он предоставил меня самому себе на этот счет, видимо, рассчитывал, что я не ошибусь. Ну, а так, примером в жизни, примером отношения к тому делу, которому себя посвятил. Вот в этом плане он для меня пример, да. Он человек очень преданный науке, педагогике. И в этом отношении, да, он для меня пример. Жура, скажи, пожалуйста, вот каким своим успехом, каким своим достижением на сегодняшний день ты особо гордишься? Ну, насчет достижений не знаю, но вот если говорить из того, что я сделал, вот книга «Подвиги героев Абазашты», вот она, мне кажется, такой более значимым моим трудом. Все-таки собран очень большой материал об абазинах, о выходцах из абазинских аулов, там даже не только абазины, воевавших на фронте в Великую Отечественную войну, награжденных медалями и наградами, описание подвигов, выбранные из документов, из наградных документов, собранные в одной книге. Я считаю, что это очень полезное для людей, для подрастающего поколения, для воспитателей, для педагогов и просто для всех, кто интересуется и историей войны, вообще историей, это, я думаю, и интересно, и полезно. Ну, давай скажем, что еще одним твоим достижением является то, что у тебя три прекрасных сына. Два твоих старших сына, они уже определились профессиями, младший еще нет. Хотела бы тебе, наверное, чтобы они пошли по твоим стопам? Как раз-таки младший определился. Старшие не сразу определились. А кто там? Ты бы хотел, чтобы они продолжили ваше семейное дело? Ну, я в старшем сыне видел какие-то склонности, способности что-то писать, манера выражаться, излагать свои мысли у него так близка к литературному, так скажем, к литературному, публицистическому. Я думал, предлагал ему пойти на журналистику, но его мама сказала, что ей в семье хватит одного журналиста. Второй он сам себе выбрал профессию, менеджмент, учился в бакалавриате, магистратуре, сейчас учится в аспирантуре. А младший, он еще где-то в 9 лет, он сказал, что хочет стать дизайнером. И сказал, вот отдай меня в художественную школу. Ну, повел его в художественную школу. Он очень добросовестно ходит туда, даже в те дни, когда у него нет занятий по смене, он ходит с другими сменами. Ему это очень нравится. Все свободное время он там за рисованием, за какими-то такими занятиями проводит. Сейчас в центре дополнительного образования «Спутник» открыли какие-то курсы по графическому дизайну. Ему предложили туда пойти, он начал ходить туда. Ему это интересно, он увлечен. Во всяком случае, вот уже 4 года он еще не передумал, что быть дизайнером. Жора, сейчас в Ано Алашара конкретно чем ты занимаешься? До последнего момента я там возглавлял информационно-аналитический отдел, освещал деятельность организации, продвигал ее идеи, издавал газеты, детский журнал. Сейчас меня перевели в вновь созданный редакционный издательский отдел. Занимаюсь издательским делом. Вот сейчас готовим. На этот год мы запланировали 10 книг выпустить. Сейчас мы подготовили уже 3 книги, работаю на 4-й. То есть подготовили к изданию, но еще не выпустили. Человек с таким глобальным опытом в нашей профессии может, я думаю, имеет право дать совет тем людям, которые начинают только свой путь в журналистике, в нашей профессии. Что бы ты им посоветовал? Профессиональные качества можно обрести, даже если они не так явно еще видны. Главное, наверное, знать, для чего ты идешь в эту профессию, что ты там собираешься делать, что ты там видишь, себя в журналистике или журналистику в себе. Ты хочешь работать для читателей, зрителей, слушателей, или ты хочешь работать, допустим, на свой имидж просто. Исходя из этого, уже будут формироваться твои цели, твои задачи. И где-то в каком-то случае тебе нужны будут высокие профессиональные качества, в каком-то другом случае, может быть, достаточно какой-то ипотажности, личной какой-то яркости вот такой. Здесь надо уже смотреть по своим целям. Но я думаю, что журналистика – это такая профессия, в которой нельзя во главу угла ставить себя. Это все-таки сфера общественной деятельности в какой-то степени, даже если ты профессионально этим занимаешься. Это занятие очень важное для общества, как-то формирующее мнение общества, общественное мнение, влияющее во всяком случае на это, даже если ты не формируешься, какое-то влияние оказываешь. И надо понимать, что это дело очень ответственное. И просто думать о себе, главное я здесь, а не те, на кого я работаю или для кого я работаю. Это будет неправильно. В нашей профессии так нельзя. Ну что же, я еще раз благодарю тебя за участие в нашей программе. Я всегда рада тебя видеть. Я желаю тебе, прежде всего, крепкого здоровья и, конечно, творческих успехов. До новых встреч! Фильм о мужестве, чести, предательстве и любви. В Черкесске в кинотеатре Чарли вышла в прокат картина «Позывной пассажир». Фильм создан при поддержке Фонда кино в партнерстве с телеканалом «Россия». О сюжете премьеры и об отзывах первых зрителей расскажет Дарья Тендит. Действия фильма разворачиваются вдалеком. В 2015 году молодой писатель Николай Рябинин живет в Москве, проводит вечера в модных заведениях и не особо интересуется повесткой дня. Пока не узнает от родителей, что его брат пропал без вести на Донбассе. Несмотря на давнюю ссору, Николай отправляется на его поиски, не подозревая, что эта миссия навсегда изменит его жизнь. Далекий Донбасс теперь перед ним. Он видит чужое горе, смерть и боль. Не имея военного опыта, он присоединяется к одному из батальонов, где ранее служил брат, и понимает, что он не просто пассажир, а настоящий защитник. Действия картины максимально приближены к реальности. Роли сыграли актеры, которые побывали на передовой. В Черкесске первые зрители уже оценили картину. Эмоции, конечно, зашкаливают. Очень интересный фильм. Рекомендую всем прийти, посмотреть. Захватывающий сюжет. Я бы пошел на этот фильм еще раз. Шикарнейший фильм. Пробирает до слез. Эмоций очень много. Обязательно всем нужно посмотреть. Приглашаем вас на просмотр фильма «Пассажир». Дарья Тендит, Виктория Карпенко. Вести Карачаева, Черкесия. Такими событиями отмечена уходящая неделя. Хорошего вам настроения и всего доброго. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok